Детские мечты В ближайшее время глава Дмитрий Волошин отправит заветные подарки адресатам, чтобы дети, чьи мечты, исполнились в Новый год, не переставали верить в чудеса. Для того, чтобы дарить счастье детям или другим людям, для этого не обязательно быть где-то по-русски. Для этого достаточно просто иметь желание сделать что-то хорошее. К тому же, если есть такая возможность сегодня помочь кому-то и сделать кого-то чуточку счастливее, я считаю, что этим нужно пользоваться. Роли волшебников в канун Нового года на себя примерили не только представители администрации, но и депутаты муниципального совета. Каждый год традиционно мы собираемся здесь, чтобы принять участие в этой прекрасной акции и дать возможным нашим детям, нашим ребятам почувствовать это время, почувствовать то небольшое чудо, которое каждый из нас может принести в каждый дом, а самое главное в душу этих ребят. В этом году подарки получат дети из многодетных, малоимущих и семей участников специальной военной операции. Я считаю, что детишек чужих не бывает. Все дети – это наши дети, а дети – это вообще цветы нашей жизни. И вот мне сегодня выпал номерочек, где ребеночек заказал снегокат. Дети просят игрушки, спортивные принадлежности, книги и настольные игры. Ну а самый лучший подарок для взрослых, уверена депутат Ирина Спирина, это детская реакция на исполненную мечту. Знаете, на самом деле это очень приятно дарить подарки. Не так, вот скажем, принимать, как дарить, всегда приятно. А когда ребенок ждет этого, и ты приходишь, и неожиданно приходишь с тем подарком, который ребенок загадал. И когда он видит, видишь его просто вот довольное, счастливое, счастливое довольно лицо, сияющие глаза, как он радуется. И каждый год, соответственно, хочется опять сделать подарок. В благотворительные акции приняли участие химкинские предприятия, общественные деятели, государственные учреждения, а также активисты партии «Единая Россия». Благодаря «Елке желаний» за несколько лет удалось исполнить заветные мечты более 100 тысяч детей по всей стране. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.